Приятный день, легкий и интересный. Он отлично подходит для каких-то приятных занятий, на которые долго не хватало времени. Можно вернуться к давнему хобби или обзавестись новым, начать учиться тому, что всегда казалось увлекательным. Непривычные занятия ведут к необычным знакомствам. Вероятно, начало дружеских или романтических отношений. Возможно, неожиданные открытия, хорошие новости издалека, вдохновляющие известия от старых знакомых. Приятно строить планы на будущее, интуиция подсказывает, что их удастся реализовать, и не ошибается в этом. Овин, вы не теряете самообладание, даже если что-то идет не по плану. Не нужно много времени, чтобы принять верные решения. Часто интуиция подсказывает, как лучше поступить, и вы к ней прислушиваетесь. Можно успешно завершить какие-то сложные дела, закончить то, над чем вы трудились несколько последних недель. День подходит для решения финансовых вопросов. Возможно, денежные поступления из неожиданных источников. Вы правильно распорядитесь потраченной суммой, не станете тратить ее на пустяки. Могут появиться хорошие идеи, касающиеся инвестиций или вложений в собственный бизнес. Телец, не принимайте близко к сердцу трудности, которые могут возникнуть в первой половине дня. Это действительно не самое приятное время, и напряженные моменты вполне возможны. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, проблемы решаются, а у вас появляется все больше поводов для радости. Вторая половина дня будет интересной и приятной. Это подходящее время для общения с друзьями и другими близкими вам по духу людьми. Полезно будет обсудить планы на будущее, возможно, вы поймете, как проще и быстрее реализовать их. Близнецы. Благоприятный день. Он принесет и хорошие новости, и интересные предложения. Не исключено, что напомнит о себе старые знакомые. Вы будете рады пообщаться с ними, выяснится, что накопилась масса тем, которые хочется обсудить. Середина дня отлично подходит для того, чтобы строить какие-то планы, связанные с работой, бизнесом или учебой. Тут могут появиться очень хорошие идеи. Какие-то мелкие недоразумения возможны во второй половине дня. Вы не принимаете их близко к сердцу, и правильно делаете, вскоре все просто забудется. Рак. В первой половине дня может быть трудно найти общий язык с окружающими. Многим представителям знака просто хочется побыть наедине с собой, спокойно обдумывать события последних дней, или заняться делами, до которых никак не доходили руки. Вскоре после полудня вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее, поймете, что вновь готовы к встречам и разговорам и даже рады возможности пообщаться и с близкими людьми, и с теми, с кем познакомились недавно. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Они могут касаться вас лично или человека, о судьбе которого вы тревожились в последнее время. Лев, начало дня благоприятно. Вам во многом везет, можно браться за сложные и важные дела, не опасаясь, что на пути возникнут непреодолимые преграды. Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы добьетесь поставленной цели гораздо быстрее, чем ожидали. Вторая половина дня проходит спокойнее. Это подходящее время для отдыха, небольшая пауза позволит вам восстановить силы, почувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее. Лучше не спешить с покупками, вам потребуется некоторое время для того, чтобы сделать правильный выбор. Нежелательно давать деньги в долг. Дева, не стоит начинать день с серьезных разговоров или обсуждения вопросов, важных для всех. Может быть сложно найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде неплохо ладили. Не кстати вспоминаются давние обиды, какие-то неприятные события, давным-давно оставшиеся в прошлом. Сгладить многие острые углы помогает чувство юмора. Вторая половина дня складывается удачнее. Первый приносит хорошие новости, радует приятными сюрпризами. Это подходящее время и для романтического свидания, и для встречи со старым другом. Весы. Настраивайтесь на серьезный лад, если планируете сегодня заняться какими-то важными делами, решить вопросы, волнующие и вас, и ваших близких. Не стоит рассчитывать на везение, удачное истечение обстоятельств. Лучше полагаться на собственные силы, стараться не допускать даже незначительных ошибок. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, и если первая половина может принести какие-то трудности, то вторая сложится гораздо приятнее и порадует. Вечер подходит для учебы, вы быстро запоминаете все, что может пригодиться. Скорпион. Начало дня отлично подходит для общения. Вы на кого угодно можете произвести хорошее впечатление. Даже особенно стараться для этого не приходится, просто будьте собой, люди это обязательно оценят. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вторая половина дня оказывается довольно беспокойной. Неожиданно появляются новые дела, к тому же выясняется, что нужно срочно завершить то, что было начато раньше. Вы совсем справляетесь, но избежать волнений не удается. Стрелец? В начале дня может быть сложно сосредоточиться. Нужно думать о нескольких вещах сразу, и нельзя сказать, что это вас особенно радует. Однако вам удается ничего не упустить из виду, не забыть и не перепутать. Со временем ситуация становится гораздо спокойнее, появляется возможность действовать последовательно. Вторая половина дня приносит хорошие новости, касающиеся людей, с которыми вы раньше дружили, а потом почему-то потеряли связь. Сейчас можно восстановить отношения, этому будут рады все. Вероятны приятные события в семье. Козерог? Есть поводы для радости. День складывается удачно, дает возможность справиться с тем, что раньше не получалось. Есть шанс решить вопросы, над которыми в последнее время приходилось много размышлять. Вы не хотите довольствоваться малым. Что ж, у самых настойчивых козерогов есть шанс достичь какой-то важной цели. Старайтесь обращать внимание на мелочи. То, что сегодня кажется незначительным, позже может повлиять на ваши планы. Кроме того, какие-то необычные происшествия, неожиданные события наталкивают вас на интересные мысли. Водолей, нужно многое сделать. Беспокоиться по этому поводу не стоит, вы успеете все, что запланировали, и даже больше. Многие проблемы, прежде ставившие вас в тупик, удастся решить неожиданно быстро, в этом помогут опыт и здравый смысл. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами, вы стараетесь помочь каждому. Во второй половине дня, вероятно, какие-то неожиданные визиты, встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись. Наверняка найдется о чем поговорить, и вы узнаете нечто важное. Могут появиться новые идеи, реализации которых вы займетесь в ближайшее время. Рыбы, прекрасный день, яркий и насыщенный. Появляется много планов, и вы с энтузиазмом беретесь за их реализацию, даже не задумываясь о трудностях, которые могут возникнуть. Вашей энергии можно позавидовать. Сегодня вам удается то, что прежде казалось почти невозможным. Если сегодня вам потребуются союзники, вы их наверняка найдете, многие готовы встать на вашу сторону. День дает возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Это касается и личных отношений. Например, когда появляется шанс помириться с тем, с кем вы были в ссоре, вы его не упускаете.